20 ноября 2010 года. Манчестер Юнайтед только что уверенно победил Уиган со счетом 2-0 и поднялся на первое место в АПЛ. До конца розыгрыша Красные Дьяволы ни разу не упустили лидерство и с большим преимуществом выиграли чемпионский титул. В тот момент казалось, что у манкунианцев все отлично и нет глобальных проблем. Да, недавние лидеры коллектива уже были далеко не молоды, а главные конкуренты набирали мышечную массу. Но ведь у команды есть сэр Алекс Фергюсон, а он обязательно что-то придумает. 24 октября 2021 года. Переполненный Олд Траффорд готов дать бой извечному сопернику в лице Ливерпуля, но борьбы не получилось. Вместо Криштиану Роналду на поле царит Мохаммед Салах. Красные забивают пять безответных голов и Юнайтед опускается на седьмое место. 11 лет назад подобное развитие событий болельщики красных дьяволов представляли разве что в страшном сне. Но сейчас это реальность. И проблема даже не в разгромном поражении. Неудачи случаются всегда. Дело в грустной тенденции. Манкунианцы вновь не готовы к борьбе за чемпионский титул, но этот факт уже никого не удивляет. В сегодняшнем видео мы расскажем о том, как за десять лет один из самых знаменитых и величественных футбольных клубов планеты из доминирующей силы в английском футболе превратился в обыкновенного представителя верхней половины таблицы, растеряв свой победоносный шарм и былое величие. В футбольном сообществе весьма распространенным является мнение, что падение Манчестер Юнайтед началось сразу же после ухода Фергюсона. Но на самом деле первые предпосылки тяжелых для команды времен наблюдались еще во время работы сэра Алекса. Каким бы гениальным тренером не был шотландец, но против времени даже он не властен. Многие ключевые игроки, которые ранее считались фундаментом игры красных дьяволов, в начале прошлого десятилетия вступили в почетный возраст, а процесс смены поколений проходил далеко не так гладко, как рассчитывал Фергюсон. Еще одним немаловажным фактором было появление новой силы в английском футболе в лице Манчестер-Сити. В АПЛ и без того зашкаливала конкуренция, а когда в соседний клуб пожаловали шейхи, общий баланс был еще сильнее нарушен, и главным образом от этого пострадал именно Юнайтед. В сезоне 11-12 горожане на ленточке выиграли титул благодаря знаменитому голу Серхио Агуэро, а также дважды по ходу сезона одолели манкунянцев и в том числе разбили их на Олд Траффорд с унизительным счетом 6-1. Да, в следующей кампании красные дьяволы взяли убедительный реванш. Они добыли золото, опередив Сити на внушительные 11 очков. Но мудрый Фергюсон понимал, что грядущий спад его команды неизбежен и ушел очень красиво, с 13-м чемпионским титулом в руках. Юнайтед требовались кардинальные изменения, но сэр Алекс слишком устал, а на очередную перестройку команды нужно было очень много времени. Да и будем откровенны, шотландец не хотел запятнать свою репутацию неудачами, за что никто не вправе был его осуждать. Слишком больших высот он добился с красными дьяволами и слишком эпохальный вклад в историю клуба он сделал. Кроме того, Фергюсон тщательно позаботился о своем преемнике. Его выбор пал на Дэвида Мойеса, который на протяжении 11 лет продуктивно трудился в Эвертоне. Именно с подачи сэра Алекса его соотечественнику предложили должность, а вместе с ней поразительно длительный контракт сроком на 6 лет. Тем же летом 2013 года исполнительным директором манкунианцев стал Эд Вудвард. Он и ранее работал в структуре Юнайтед, но с того момента получил в свои руки полный контроль над всеми аспектами деятельности клуба, включая трансферную, и сразу же пообещал новому тренеру нескольких звезд. Вудвард убеждал Мойеса, что прощупывает почву по возможности подписания Гаррета Бейла, Сеско Фабригаса и даже Криштиану Роналду. Но время трансферного окна стремительно подходило к концу, а новичков даже на горизонте не было видно. В итоге все решилось в самые последние минуты перед дедлайном в атмосфере паники. Ведь мало того, что красные дьяволы не смогли заполучить обещанного топового исполнителя, так еще и единственный новичок в лице Маруана Филайни из-за спешки обошелся клубу на 4 миллиона фунтов дороже. Вроде бы момент и не критический для такой глыбы как Юнайтед, но весьма показательный. Из-за провального летнего межсезонья отношения между Вудвардом и Моэсом сразу же не сложились. Собственно, как и у многих футболистов с новым тренером. С точки зрения заслуг и авторитета Дэвид заметно уступал Фергюсону. Да и, судя по всему, ментально так и остался тренером клуба-середника. Перед матчами Моэс говорил нам, сегодня нужно сделать 500 передач. Что все это значит? Какие еще 500 передач? У нас никогда такого не было во времена Фергюсона. А накануне четвертьфинала с Баварии на Альянс-арене он посоветовал нам пытаться зарабатывать угловые, стараясь попадать мечом по ногам соперников. Это было действительно смешно, рассказывал бывший игрок Юнайтед, который пожелал оставить свое имя в секрете. На Дэвида изначально оказывалось колоссальное давление, к которому он совершенно не привык. А все эти моменты лишь усугубили ситуацию. Результат оказался плачевным. Под руководством Моэса монкунянцы выдали худший старт за время выступлений в премьер-лиге. Большую часть сезона они провели на седьмой позиции, где и финишировали в итоге. Но уже без шотландца. В апреле он был уволен. Следующим тренером красных дьяволов стал Луи Ван Галл. И болельщики воодушевились. Тем же летом 2014 года голландец сумел сенсационно занять третье место на чемпионате мира с далеко не самой сильной сборной Нидерландов, поэтому от него ожидали возвращения в чемпионскую гонку. Ко всему прочему, будто бы стараясь скрасить не самые полезные приобретения Филоини и Хуана Маты, которого зимой зачем-то выдернули из Челси за большие деньги, в тот трансферный период Вудворд решил потрясти мощной. И ладно бы, деньги были потрачены лишь на рекордную для АПЛ покупку Анхеля де Марии за 75 миллионов евро и Дейли Блинда, которых лично хотел видеть в команде Ван Галл. Но нет. В общей сложности клуб из Манчестера выложил почти 200 миллионов, а на Олд Траффорд также пожаловали Андер Эрера, Маркус Рохо, Радамель Фалькао и юный Люк Шоу. Несмотря на обилие дорогостоящих новичков, Юнайтед стартовал ужасно, первые шесть туров проведя в нижней половине таблицы. Но затем Луис сумел исправить ситуацию. Манкунианцы выдали несколько прекрасных победных отрезков и финишировали на четвертом месте, что было очень важно после годичного отсутствия в Лиге чемпионов. Наверняка именно это подтолкнуло Вудворда к новым серьезным тратам в размере 156 миллионов. Но при этом он не хотел учиться на своих же ошибках, стараясь брать количеством новичков вместо точечного усиления, а также потакая личным желаниям Ван Галла. Луиза получил соотечественника Мемфиса де Пайя, которого еще годом ранее очень хотел видеть на Олд Траффорд. Но, как и в случае с Демарей, нередко конфликтовал с ним уже во время рабочего процесса. Ну и забегая вперед, стоит отметить, что ни аргентинец, ни голландец в Манчестере не задержались. Собственно, не задержался в тренерском кресле и сам Ван Галл по вполне объяснимым причинам. Красные Дьяволы не сумели выйти из несложной группы Лиги чемпионов, где были ПСВ, ЦСКА и Вольфсбург, а также финишировали всего лишь на пятой позиции в АПЛ, что на фоне огромных трат выглядело провалом. Справедливости ради стоит отметить, что Луис умел выиграть с Юнайтед кубок Англии, а также открыл для первой команды Маркуса Рашфорда и Джесси Лингарда, но эти успехи меркли по сравнению с патологически нестабильными результатами. Казалось бы, Манчестер Юнайтед и так ведет себя расточительно на рынке. Но летом 2016 года вместе с Жозе Мауринью на Олд Траффорд прибыла новая партия дорогостоящих новичков. Поль Пагба, Генрих Мухитарян и Эрик Байи стоили манкунианцам 185 миллионов евро. Да и не стоит забывать о Златане Ибрагимовиче, который хоть и был свободным агентом, но зарплата шведа и агентские отчисления обошлись клубу в копеечку. Мауринью приходил в Юнайтед с обещаниями пополнить клубный музей новыми трофеями и по итогам дебютного сезона свое слово сдержал. Но при нужно уточнить, что титулы были отнюдь не первой руки. Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лига Европы вроде бы и порадовали болельщиков, но параллельно с этим красные дьяволы заняли всего лишь шестое место в АПЛ. Следующим летом Вудворд продолжил тратить. За Ромелу Лукаку, Неманью Матича и Виктора Линделёфа манкунианцы выложили 165 миллионов, но их приобретения хотя бы не вызывали такого недоумения, как зимнее подписание Алексиса Санчеса. Стараясь любой ценой опередить ненавистных горожан, Юнайтед предложил чилийцу просто баснословную зарплату в размере 400 тысяч фунтов в неделю. Сам же игрок, судя по всему, не особо горел желанием выступать на Олд Траффорд, откровенно отбывая номер, из-за чего со временем был признан одним из худших трансферов в истории АПЛ. В остальном же сезон 17-18 получился далеко не худшим для красных дьяволов. Впервые со времен Фергюсона команда заняла второе место, хотя вылет в 1-8 финала Лиги чемпионов от Севильи подпортил общую картину. Но главной претензией к Мауринью было скорее даже не отсутствие результата. Многим не нравился его оборонительный и в какой-то степени трусливый стиль. При Жузе манкунианцы показывали слишком скучный и прагматичный футбол. А когда португалец еще и перестал добывать приемлемый результат, ему сразу же указали на дверь. Ко всему прочему, Мауринью нередко вел себя токсично, конфликтовал с журналистами и критиковал руководство, поэтому, когда на смену Жузе пришел такой положительный персонаж, как Оли Гуннер Сульшер, многие вздохнули с облегчением. Изменение атмосферы в коллективе сразу же пошло на пользу Юнайтед. «Красные дьяволы» выдали впечатляющую серию из 12 матчей без поражений в АПЛ и умудрились совершить камбэк в одной восьмой финала с ПСЖ, что в конечном итоге обеспечило норвежскому тренеру постоянную должность. Но когда первоначальные эмоции улеглись, выяснилось, что проблемы манкунианцев были не только в Мауриньо. В новом сезоне 19-20 Юнайтед лихорадила большую часть дистанции, команда рисковала вновь остаться без Лиги чемпионов, но фантастический рывок во второй половине кампании все же позволил Сульшеру занять третье место. Нечто подобное наблюдалось и в минувшем розыгрыше, с той лишь разницей, что Оля сумел гораздо быстрее исправить ситуацию и на определенном отрезке даже пытался навязать Ман-Сити борьбу за титул. Но «Красные дьяволы» все же были недостаточно, хороши и финишировали вторыми. Глядя на не слишком большое отставание от горожан, Вудворд решил исправить этот недочет привычным для себя способом. На Олд Траффорд пожаловали Джейден Санчо, Рафаэль Варан и даже сам Криштиану Роналду. Но несмотря на усиление и уверенный старт, осенью Юнайтед начал буксовать, и болельщики сразу же вспомнили обо всех претензиях к Сульшеру. Да, по сравнению с предшественниками, позиции Оли выглядят прочнее. Он не допускает ошибок Моиса, не ведет себя столь упрямо, как Ван Галл, не притягивает негатив, подобно Мауринью, но с точки зрения построения игры норвежец не особенно впечатляет. Вот уже несколько сезонов «Игра красных дьяволов» не выглядит целостно и гармонично. Безусловно, порой Юнайтед удавалось выдавать достойные отрезки, но победы не были результатом системного подхода, а зачастую достигались за счет мастерства отдельных исполнителей. Теперь же с приходом Роналду крен в сторону индивидуальности стал еще сильнее. Понятно, что в данный момент еще слишком рано делать категоричные оценки выступлением команды в текущей кампании, но уже сейчас очевидно одно. В отличие от Челси, Ман-Сити и Ливерпуля, манкунянцы слишком далеки от того, чтобы называться претендентом на титул. Рассматривая кризис «Красных дьяволов», важно понимать один момент. Он касается исключительно выступлений команды, тогда как клуб уже давно чувствует себя просто прекрасно. Владельцы Юнайтед в лице братьев Глайзеров и особенно Эд Вудвард успешно справляются со своими прямыми обязанностями с экономической точки зрения. Благодаря популярности и статусу, клуб из Манчестера является мощной финансовой структурой и настоящей машиной по зарабатыванию денег. А с приходом Роналду он стал еще сильнее в данном смысле. Но в своем стремлении делать деньги Вудвард куда меньше внимания уделял футбольной составляющей. Он, мягко говоря, не жалел средств на трансферы и всегда старался найти наиболее сильного тренера, но при этом принимал решения не в попад и в какой-то степени даже хаотично. Первой жертвой бессистемного подхода исполнительного директора Юнайтед оказался Моис, для которого возможность работать с красными дьяволами была главным достижением в карьере, но вместе с тем, перебравшись на Олд Траффорд, он оказался заложником обстоятельств. Избежать параллелей и всевозможных сравнений с Фергюсоном было невозможно. Дэвид приходил в самую успешную английскую команду с момента создания АПЛ, только что ставшую чемпионом Англии, поэтому от него даже на подсознательном уровне ожидали аналогичного результата, но добыть его шотландец объективно не мог. Вполне возможно, Моис со временем сумел бы перестроить Юнайтед, но проблема в том, что времени ему не дали, равно как и благоприятных кадровых условий. Дэвид надеялся на покупку нескольких звезд или хотя бы знакомых ему игроков, но получил ветеранов вроде Фердинанда, Видича и Эвра, из которых только Фергюсон умел выжимать максимум. Руководство же это нисколько не волновало. В восприятии боссов клуба даже третье или четвертое место выглядело провалом, а с Моисом манкунианцы находились еще ниже, поэтому ему не дали доработать даже до конца сезона. Кроме того, Вудвард считал, что Дэвид недостаточно топовый тренер для красных дьяволов, поэтому пригласил Луи Ван Гала, который обладал необходимым статусом, и выделил ему очень серьезные деньги на укрепление состава. Два года работы голландца вызывали противоречивые ощущения. С одной стороны, Ван Гал не сумел вернуться в борьбу за чемпионство и не смог найти общий язык с Демарией и Депаем, но при этом он вернул Юнайтед в Лигу чемпионов и выиграл первый трофей со времен Фергюсона – Кубок Англии. Но, пожалуй, самым главным достижением Луи была интеграция в первую команду молодых игроков, вроде Рашфорда и Лингарда. Ранее в Аяксе и Баварии голландец уже отличился умением качественно омолаживать состав и собирался повторить эту процедуру на Олд Траффорд, но боссы Юнайтед опять же не захотели ждать и отправили его в отставку, пригласив Мауринью. После неудачи в Челси португалец был максимально заряжен и мотивирован вернуть себе былую славу. Да и Вудворд хотел заполучить победоносного тренера, поэтому выделил Жозе еще больше денег, чем Ван Галу, но кардинальных изменений так и не последовало. Мауринью выиграл несколько не самых важных трофеев и даже занял второе место с красными дьяволами в АПЛ, но на третий сезон его работы в команде начался серьезный застой. На фоне прогрессивных философий Ман-Сити и Ливерпуля оборонительный подход Жозе выглядел пережитком какой-то очень далекой футбольной эпохи, что в конце концов и стало причиной его увольнения. Если Ван Гал после своего ухода оставил благоприятную почву, то Мауринью выжженную землю, но это даже сыграло на руку Сульшеру. Избавившись от вечно недовольного португальца, манкунианцы вздохнули с облегчением и выдали впечатляющий отрезок. В отличие от двух предшественников, перед Оле не ставились максимальные задачи, что в дальнейшем также сыграло в его пользу. Как результат, норвежец два сезона вполне достойно отработал с имеющимся кадровым ресурсом, но в этом сезоне все изменилось. Помимо громких подписаний Санчо и Варана, летом на Олд Траффорд вернулся Криштиану. И вернулся он за трофеями, а значит, с Сульшера теперь будут спрашивать по-другому. Сможет ли норвежец спасти ситуацию? На этот вопрос пока никто не знает точный ответ, но сделать это будет очень сложно по одной простой причине. Боссы Юнайтед потеряли немало драгоценных лет, поэтому сейчас манкунианцы заметно уступают в структурном смысле – и Мансити, и Челси с Ливерпулем. К слову говоря о мерсесайдцах, их подход в данном смысле является очень контрастным и показательным. В отличие от Юнайтед, руководители красных не снабжали Юргена Клопа звездами, но взамен предоставляли ему кредит доверия и время. А он создал систему и вырастил звезд сам. Так что главным виновником неудач красных дьяволов на футбольном поле является руководство. Эд Вудвард и его соратники получили в свое распоряжение команду, которая нуждалась в неспешной и системной смене поколений. Однако они проигнорировали этот процесс, считая, что смогут выигрывать трофеи исключительно деньгами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова